Лазерсон Любимые Много лет назад я первый раз побывал в одной далекой стране. Она мне очень понравилась. Вы сами понимаете, когда повару нравится страна, когда еда вкусная. Ну, девушки там тоже, конечно, хорошие, но мне еда. Этот суп, который я сегодня вам покажу, со мной уже много лет. И я уже много лет этот суп готовлю для своих друзей. В общем, я делюсь с ними своими какими-то, знаете, наработками. Так что сегодня у вас есть шанс посмотреть на этот суп с любовью, отдаваемый вам, дорогие друзья. Ну вот, страна это Таиланд. Таиланд, вы сами догадались, что это Таиланд. Суп я покажу сегодня кокосовый, на кокосовом молоке. Он называется томха. Но не думайте об этом, что это мой суп. Это мой любимый суп. Вот так вы можете и запомнить. Мой любимый суп. Я начну с курицы. Я сейчас возьму кусочек куриной мякоти и начну работать. Вот куриная грудка. Я сейчас ее помою. Я ее нарежу такими кусочками, чтобы удобно было есть. В супе, в супе. Вот небольшие кусочки, чтобы кусочки помещались в ложку. Надо всегда, между прочим, думать о том, чтобы твою еду не только было вкусно есть, но чтобы твою было еще удобно есть еду, поскольку, знаете, бывают такие какие-то огромные куски мяса в супе. Ну, так сказать, их такой кусок мяса ложкой-то не съешь. Надо тогда брать приборы, вилку, нож, вынимать кусок мяса из супа, есть его с отдельной тарелки. Это неудобно. Надо всегда думать о том, чтобы едокам еще было удобно есть. Я поэтому режу курицу небольшими кусочками. Теперь я возьму кастрюльку. Ну, вот такую возьму кастрюльку. Одна из моих любимых кастрюлек. Это, между прочим, очень важная вещь, да? Вот, иметь какие-то свои фирменные кастрюльки, свои ножи, свои аксессуары, потому что это придает такое тепло и личность, так сказать, личность такой придает. Так что это моя любимая посудка, кастрюлечка. Это моя любимая плита. Я ее включаю. Я включаю нагрев. Значит, я положу курочку в кастрюльку. Налью холодную воду чистенькую. Вот так. И пусть она, потихонечку, моя курочка варится. Протру доску. Я буду нарезать здесь все продукты для супа, поэтому она после курицы, меня это не пугает, потому что не салат. Все будет вариться вместе с курицей, между прочим. Итак, я потихонечку сейчас сделаю некоторое приготовление, пока варится курица. Я возьму лук. Это шалот. Такой, знаете ли, более нежный, более мягкий лук. Вот по вкусу. Более ароматный лук по вкусу. И, между прочим, он не так режет глаза. Вот для этого супа важен шалот. Буду выкладывать сейчас аккуратненько все, что мне надо. Теперь я пойду в холодильник, возьму еще один очень важный продукт. Это грибы. Вешенки. Их можно не мыть, чтобы они не стали такими уж водянистыми. Я сейчас буду, смотрите, отрезать от этих вот таких конгломератов шляпки. Потому что меня сейчас интересуют только шляпки. Ножки у вешенок съедобны, но они жесткие. Поэтому их не принято использовать в пище. Но, повторяю, кто любит жесткое, может использовать. Он круглый год продается в магазинах. Это значит, что он только весной. Хотя его название идет от слова весна. Между прочим, по-английски его называют устричный гриб, потому что действительно он как-то похож на устрицу. А вот теперь смотрите, как нежно и с любовью надо работать с вешенками. Вешенки нужно вот так вот руками нарвать вдоль пластинок. Вот как пластинки идут, так их не режут руками, как правило. Потому что вешенки очень удобно измельчать, разрывая их вдоль. Стоишься спокойно и так две тонны вешенок нарвешь. Ну, когда много супа надо сварить. Вот вешенки подготовлены. У меня уже есть, видите, здесь два продукта лежит передо мной. Вешенки шалот. Но это, эти продукты, это еще, это не ароматы. Это просто наполнитель. Это продукты, которые будут создавать мне массу супа. Обогащать его там белком, какими-то минералами. Масса супа. А вкусы здесь будут другие. Вкусы обеспечивают абсолютно другие штуки. Вот сейчас я принесу вкусы. Сейчас я принесу вкусы. Я принесу один вкус. Это будет одна парочка вкуса. Это будет имбирь и лайм. Курочка кипит. Я могу сейчас немножечко уменьшить нагрев. Я сниму пену. Я могу вот в этой миске, у меня будут всякие отходы, очистки, пена. Я могу все в одну миску сваливать. Аккуратненько сниму пену. Вот так. Могу капельку посолить сейчас суп. Капельку, капельку, корочку посолить. Вот так, аккуратно. Так, вот имбирь. Я имбирь сейчас почищу. Небольшим ножом почищу имбирь. Он чистится хорошо. Его можно скрести, как картошку молодую, а можно очищать, как старую картошку. Я сейчас его чищу, как старую картошку, срезая кожицу. Тоненько, правда, надо срезать, чтобы не уходила ароматная мякоть вместе с кожицей. Вот когда имбирь я почистил, пахнет сейчас. Сейчас порочь все простуды и болезни, потому что имбирь такой дезинфектор, к тому же, хороший. Чай с имбирем хорошо пить. Вот. Сейчас я имбирь нарежу. Я нарежу его обязательно вдоль, чтобы правильно волокна разрезать у него. Теперь я нарезаю его, ну, как спички. Видите, я нарезаю имбирь как спички. И теперь нарежу его на маленькие кубики. Вот это будет имбирь. Вот есть еще одна. Еще одна вкусность. В Таиланде многие блюда едят с рисом. Рис нам никак не противоречит. Я сам очень люблю рис, всем его рекомендую. Поэтому я сейчас поставлю еще рису сварить в качестве дополнения к супу. Я вам потом покажу, как его надо есть с этим рисом. Но рис здесь крайне важен. Возьму кастрюлечку. Насыплю в нее рис. Обратите внимание, что рис я использую только длинный. Жасминовый, в частности, потому что он самый тайский. Длиннозерный рис. То есть там используют вот такой вот рис. Сейчас я его промою хорошенько. Хорошенько промою, потому что мне надо, чтобы весь крахмал ушел. И буду его варить. Рис, кстати, не очень дает мутную воду. Ну, понимаете, на заводе рисовые зернышки обрабатывают. И они трутся друг об друга немножко. И получается, что рисовые зернышки покрыты такой крахмальной мукой. Она обеспечивает клейкость, склеивание риса. Мне сейчас не нужен клейкий рис. Поэтому я тщательно рис мою, чтобы эту муку убрать вместе с водой. Значит, вот рис. Я заливаю его водой примерно на палец. Так, чтобы вода была выше риса. На палец. Все, и теперь я поставлю его на конфорку. На максимальный нагрев, чтобы она, чтобы этот рис быстро закипел. Вот так. Когда он закипит быстро, будем работать дальше. Солить не буду. Он должен быть нейтральным. Лайм. Помою лайм. Лайм, по-моему, я обязательно должен его высушить, потому что вот в данном случае он мне мокрый не нужен. Я его оботру. И лайм я немножко натру сейчас. Только я буду натирать не мякоть, а кожицу. Вот смотрите, что я буду делать. Я сейчас буду стирать зеленую часть. Вот. И поворачиваю лайм, чтобы не стирать белую часть горькую, а только зеленую. Это будет еще один аромат, который мне крайне важен для этого супа. Вот я совсем немножко, видите, натер такой зеленой лаймовой цедры. Красивой. Теперь я отправляюсь в холодильник, наверное, за самым главным сегодняшним ингредиентом, потому что он определяет здесь главный вкус, и он очень оттуда, этот ингредиент. Смотрите, что это будет. Это будет, друзья, кокосовое молоко. Чуть такая с густинком жидкость. Эта жидкость не водится в кокосе, как многие считают. Она не живет в кокосе. В кокосе живет кокосовый сок, который люди пьют, когда в Таиланде снимают таким, таким маленьким крышечку у кокосового большого ореха, еще и зеленого. Вставляют соломинки и пьют. Это кокосовый сок. А кокосовое молоко это то, что делают из кокосовой мякоти. Стенка кокоса изнутри окружена, покрыта такой кокосовой мякотью. баунти все слышали, правда? Так вот, если эту мякоть снять со стенок, измельчить и прокачать через нее кипяток, кипяток будет захватывать частицы кокосовой мякоти. Получается, кокосовое молоко. Вот именно оно используется в суп. Поэтому я сейчас прямо сюда в курицу, где уже у меня есть куриный бульон и курица, выливаю. Обильно выливаю. Молока выливаю больше, чем самого бульона. Вот у меня получается такая молочная жидкость. Теперь она будет нагреваться. Пусть потихонечку греется. Еще один аромат. Лимонная сорга. Вот это аромат, который у меня говорил сейчас. Ну и жгучий перец я взял заодно. Я помою эти вещи тоже. Лимонная сорга. Это такая вот достаточно жесткая такая кустарникообразная штука. Вот она достаточно плотная. Сейчас я разрежу. Она хорошо режется, но она такая плотная штука. Я сейчас немножко срежу краешек. Он нам не нужен. И теперь я меленько-меленько нашинкую лемонграсс. Лимонная сорга. Вот, чтобы мне было вкусненько. Теперь я вижу, что уже супец мой нагревается. я могу его уже попробовать. Очень хорошо. Могу немного подсолить, все равно придется. Да, он уже закипает. И у меня закипает рис. Сейчас я рис со дна перемешаю, чтобы он не пригорел. и поскольку он уже закипает, я его накрываю крышкой, уменьшаю нагрев, и он будет прекрасно готовиться уже без моего участия. Итак, ароматы. Мне надо, чтобы суп был ароматным, поэтому я сейчас прежде всего отправляю суп лимонный сорга и имбирь. но есть такой психологический момент для того, чтобы мне продемонстрировать, что здесь это все есть в супе. Я беру имбирь, сполосну его сейчас. нарежу, посмотрите, как крупно, вот прямо пластинами, не очищая, и дополнительно положу в суп. Если это кому-то попадет в тарелку, это не будут есть. Я всегда предупреждаю своих друзей, что это демонстрация того, что там есть имбирь, и это дополнительное обогащение вкусов. Вот прямо вот так. Я кладу имбирь, пусть там варится. Сильнее, вкуснее будет. Еще я сейчас возьму одну штуку, которая называется молоток для мяса. И теперь я возьму вот еще стебли лимонного сорга и молоточком, посмотрите-ка, вот так вот разобью. Вот сразу аромат пошел. И тоже сюда в суп. Пусть будет, сильнее будет вкус. Сахар. Немного сахара обязательно положить. Знаете, что я вам скажу? Вот я всегда пытаюсь, когда я готовлю еду, я пытаюсь сделать так, чтобы вкус этой еды не прямолинейно бил человека по языку, ну потому что вкусовые рецепторы находятся у нас на языке, а я пытаюсь сделать так, чтобы вкус приходил. Знаете, как приятно, когда сидишь вот с друзьями, сделать для них что-то такое, вот какое-то блюдо, они говорят, слушай, старик, вот так вот усиливается во рту вкус, что приходит вкус. Это я считаю, что высший пилотаж. У меня так не всегда получается, но я к этому стремлюсь, потому что вот твое старание, твое отношение к своей любимой еде может давать вот такой эффект. А в этом супе особенно можно добиться, нетрудно добиться такого, знаете почему? Потому что здесь вкусы острые и пряные, но кокосовое молоко, будучи продуктом, ну не то чтобы жирным, а таким обильным и все-таки жирноватым, оно сдерживает проникновение специй в твои рецепторы. Поэтому вот эта вот обильность кокосового супа позволяет специям, вкусам прийти к тебе. Вот ты проглотил ложку супа, прожевал там курочку и потом ты начинаешь испытывать кайф, потому что к тебе приходят вкусы. Вот если ты этого добился, вот тогда ты любишь людей, тех, для которых ты готовишь. варится потихонечку. Теперь шалот. Я возьму лук, нарежу его достаточно крупно и положу в этот суп. Я помню, как мне было приятно в Таиланде заниматься в одной хорошей кулинарной школе. Как-то там возникало такое единение, так было хорошо, потому что совместное приготовление еды и друзья всегда людей очень сближает. Так что я люблю готовить не только когда я один, но когда я еще в компании людей, поэтому я люблю готовить со своими друзьями, между прочим. Это всегда очень сближает. Вот он, видите, болтается что-то непонятное в кастуле, так надо, так надо, потому что это вкус и теперь грибы. Вот я сейчас смело отправляю грибы, вот так вот, вешенки в кастрюлю. Ну, этого достаточно. В Таиланде это могут называть супом, но на самом деле это жидкое блюдо, которое рассматривается не только как суп, а как некий соус с какими-то включениями в него. Вот к этому самому рису, который, посмотрите, как у меня потихонечку уже варится. Сейчас я его чуть-чуть тут подработаю, и он под крышечкой у меня хорошенечко сварится. Суп. Теперь я сейчас вытру доску, уберу с доски все лишнее, ну, надо поддерживать чистоту всегда на кухне, почему нет. И еще один продукт, без которого нельзя готовить суп. Он нам даст цветовые пятна хорошие в супе, он нам даст ощущение тепла, хотя этот суп согревает еще, дай бог, как. Я беру помидорчики черри. Помидорчики черри, я сполосну их сейчас. И нарежу, ну, их так удобнее всегда есть, нарезая пополам. Я их попозже положу в суп, чтобы они не так сильно разварились в супе. Это будет красивые уже такие цветовые пятна. Ну, и мой любимый, жгучий перчик. Я сейчас возьму достаточно большой фрагмент. Я его разрежу вот так пополам и уберу из него семена. Они все-таки очень жгучие. И в Таиланде так кладут семенами прямо. Но надо быть гуманистом немножко, любить все-таки людей. Поэтому я люблю, поэтому уберу семена. Я уберу их под струей воды. эти семена попадут в наши трубы, и они просто съедят эти трубы. Я прямо вот так вот не буду мельчить. Мне нужен от этого перца аромат и острота, поэтому я просто вот так и положу. кому попадет в тарелку, тот его может отложить и не есть просто-напросто. И теперь, когда я беру это в руки, они у меня начинают дрожать. У меня дрожат пальцы сейчас, потому что это называется рыбный соус. Сделается из ферментированной рыбки. Ну, рыбка чуть-чуть посыпается солью и долго лежит. Там возникают некоторые такие процессы разложения белков, но получается жижа, ее очищают, но это так вкусно, так полезно. Практически в любую еду в Таиланде добавляется рыбный соус. Если повторяю, я изготовлю не тайскую еду, а мою еду, но я без этого соуса не могу. Он продается нормально в магазинах. Могут уже помидорчики занять свое достойное место в этой кастрюльке. И теперь я отправляюсь еще за одной важной штуковиной, которая называется кинза. Без кинзы тяжело. Кинзу я сейчас помою, хорошенечко помою, высушу и нашинкую, потому что она пойдет в суп, собственно говоря, последний. я обычно зелень сушу очень просто. Я беру кусочек бумажного полотенца, вот так вот заворачиваю зелень в бумажное полотенце, вот так вот раз, и как фокусник прячет в кулаке монетку, так я сжимаю эту зелень, тогда вся влага впитывается в кусочек бумажного полотенца, либо в салфетку, и зелень получается сухая, она не будет прилипать к доске, и удобно нашинковать. Помните, да, цедра лайма аромат, тертая цедра лайма аромат в суп, и теперь кинза. Я положу немножко в суп, а немножко уже посыплю суп в тарелке, когда он будет наливаться. В суп. и это еще не все, и это еще не все, потому что еще сейчас я в этот суп добавлю лаймовый сок. Уже будет у меня хорошая кислинка. И взбодрю его, чуть-чуть подогрею, и все. И буду показывать, как его есть. Мне уже очень вкусно. У меня уже слюноотделение. ес. Выключаем плиту. И вот, например, так я подам это блюдо. Я положу вот в эту плошечку, в большую плошечку, она напоминает салатник, я положу рис. в эту плошечку я налью суп. Дополнительно, я сказал, что я дополнительно его посыплю кинзой. дополнительно посыплю кинзой. Это никогда не помешает. Значит, как можно его есть? Ну, можно просто съел ложечку супа, съел ложечку риса. Или наоборот, съел ложечку риса, съел ложечку супа. И так есть параллельно. А можно взять часть супа, вылить на рис, и рис, пропитанный этим супом, с кусочками овощей, помидоров, грибов, курицы, когда попадают на рис, так его съедать. То есть есть суп через рис. Вот уже его надо так есть, как вам будет удобнее, друзья. Вот такой он этот мой кокосовый суп. Это очень теплый суп, который вносит всегда тепло в компанию. Мне всегда приятно его готовить. И мне очень жаль, что сейчас я уже закончил, и очень жаль, что мы сегодня не вместе с вами его съедим. Как писал мой любимый Диккенс, очень жаль, что приходится прервать эти приятные разговоры, как сказал король, распуская парламент. Редактор субтитров